Я сейчас реально думаю, что в Воронеж надо выходить, половину денег отдать и выйти. В общем-то, что, через полчаса отправляемся, нашел на Глоблакаре автомобиль, который довезет меня до Краснодара, путешествие я планирую дней на 7-10, не знаю, как получится, сейчас перекушу и пойду искать автомобиль. Ну как, там удобно сидеть, нет? Ну так? Колени упираются? Доедем, ничего страшного. Первые пять, ничего, да? Первые пять, да. Мучиться будете только до завтрашнего утра, а потом будете спать в любых позах. Как мы будем ехать? Без остановок? Нет, я, если по плану, установочки каждые 2,5-3 часа буду делать. Если будете хотеть в туалет или там со всем уже замучает покурить, значит, говорите заранее, будем останавливаться. В общем-то, первые 300 километров позади. Находимся практически на границе с Россией в Могилевской области. Сейчас немножко передохнем, пойду что-нибудь куплю перекусить, едем дальше. Но первые 300 километров сдались не так легко, как я думал. Добрый день. Не знаю, я катагурую, и вся эта машина... Так, там еще 1700 километров. Лучше на втором ряде или не особо? Не получится на сзади, сзади вообще. Так там сиденье сзади какое. Оно размером, я не знаю, для моего пуделя, наверное. Я когда бронировал, там 2 места всего было занято. Я думал, ну вот сейчас... И написано было, причем, что одно свободно. Я думаю, зашибись, вот трое на машину. Когда в Минске увидел, что у нас шестеро было. Я ему когда позвонил, позавчера, в 16, он сказал, что 4 человека. Думаю, 4 человека. Ну так это нормально, это офигенно было. Находимся уже под Воронежем, проехали 1300 где-то километров. Стало всего 800. Вроде как будем ехать без остановки. И теоретически завтра уже, чем же сегодня, в обед будем в Краснодаре. Жопа болит, потому что все отсидел, спина болит, очень неудобно. Машина четырехместная, а водитель взял 6 человек. Поэтому места мало, очень тесно и, короче, это вообще жесть. Ну что, у нас первая длинная остановка. На полтора-два часа остановились, времени 4 утра. Мы находимся в 590 километрах от конечного пункта. Проехали в общей сложности, получается, почти полторы тысячи. И что могу сказать, однозначно, Боблокар для больших длительных поездок не годится никуда. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, это неоправданно. Если брать на нашем примере, то можно было поехать следующими путями. Можно было поехать, полететь самолетом из Минска в Краснодар. Это стоило бы 150 евро. Можно было поехать поездом. Это бы стоило 6 тысяч рублей, то есть 100 долларов. Можно было поехать Глоблокаром до Москвы 900 рублей, из Москвы самолетом до Краснодара. Это бы в общей сложности стоило 4 тысячи рублей. Я в итоге поехал за 3-400 из Минска в Краснодар. У меня все болит, я устал. Сейчас попробую что-нибудь смонтировать. Ну а с вами увидимся уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok